Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Слава Богу! И вот я тишина. Как будто из фильма и мертвые, и мертвые, да? С косами стоят. Слава Богу! О, аминь, аминь. Еще раз оба шалом, дорогая община. Я хотел бы сегодня обратиться ко всем вам, потому что в течение вот нескольких недель, которые я нахожусь здесь перед моим следующим отъездом, я вижу нечто происходящее среди людей. И, конечно, к большому сожалению, говорю то, что люди болеют, это нехорошая тенденция. Но мы живем в этом мире. В мире, который падший. И нельзя, как бы, не ставить момент такой, как реальность, такая, как бактерии, всякие вирусы и тому подобное, и тому подобное. Но, я верю так же, что верующий человек, несмотря на всевозможные ситуации и проблемы, которые связаны со здоровьем или же с семейными ситуациями, способен, буду говорить, и должен, несмотря на свою ситуацию, быть там, где есть Божье присутствие. Вы понимаете, о чем я говорю? Я хочу сегодня дать вам послание, которое называется «Бог невозможного». Бог невозможный, потому что в очередной раз мне рассказали историю, о которой хочется закричать во всеуслышание и сказать «Слава Богу, услышьте, дорогие соседи, посмотрите, что наш Бог может делать». Вот, знаете, я слышу истории, которые возмущают меня именно в духе, правильном духе. То есть, радостное состояние, хочется всем остальным сказать, да посмотрите, откройте глаза и посмотрите, что только невозможное мог сделать Бог. У нас в общине Бог исцелил во время молитвы, в общем и конце собрания человека, которому дали диагноз «рак головного мозга». И когда он засветился о том, что его Бог исцелил, знаете, я хотел кричать во всеуслышание, стоять на самой высокой точке Одессы и кричать «Бог исцеляет невозможное». И в свою же очередь, я смотрю на то, что мы немножко разочарованы тем, что не всегда это происходит. С одной стороны, ты увидишь уникальность Божью, а с другой, так хочется видеть, что это происходило везде и всегда и во всем. Хочется или нет? Как верю в человек, я не просто научен Богу Торы. Мы можем изучать священное Писание, мы не только можем быть научены о Боге, который мы читаем в Библии или в Торе, но также о Боге я научил о том, который совершал чудеса. Такие чудеса, о которых мы мечтаем, когда ты стоишь в пробке с одной стороны города в другой, на Котовской, ты так и мечтаешь, чтобы только разделилось это Красное море и по суху проехать, правда, чтобы уже как-то так разделено, разделено, но для этого есть мосты. Мы мечтаем, чтобы изменилось все, но я также убежден, глубоко убежден в своем духе, в своей душе, о Боге, который все совершает. Невозможное становится возможным. По каких условиях? Я хотел бы, чтобы мы начали с пороческого откровения, Писания. Это откровение или же пороческ порочесов известно каждому из нас. Оно затрагивает не только Божие обещания, обетования, но и он показывает Израиль. И вообще это слово было дано только нашему народу, потому что написано в Танахе. Да, и пророка, которые были евреями. Но при всем этом, при всем этом, я хотел бы, чтобы мы увидели сущность, пороческое откровение, Писание для нашего времени, который говорит нам, и что мы можем применить. Наши, на самом деле, такие принципы, которые мы можем употреблять сегодня, в нынешнее время. Потому что Слово Божье вчера, сегодня, в веке одно и то же. Бог вчера, сегодня, в веке тот же. И если он написал то, что было 2000 лет назад, 4000 лет назад, 1000 лет назад, да, когда происходило сегодня, оно тоже может свершаться. Из Икиилия, 37 глава, с первого стиха. Мы будем читать очень интересное место. «Была на мне рука Господня, и Господь вывел меня духом, поставил меня посреди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь. И сказал мне, из реки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте Слово Господне. Так говорит Господь, Бог костям всему, вот я веду вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращен вас плоть, и покрой вас с кожей, и веду вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрок пророчества, как повелено было мне. Когда я пророчества, произошел шум, и вот движения стали сближаться кости с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, из реки пророчества духу, из реки пророчества, сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров, приди дух, и дыхни на этих убитых, и они оживут. Я изрек пророчества, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчища. Один из этих важных, который касается конкретно еврейского восстановления. Ну-ка, так же касается всех нас. И сказал он мне, сын человеческий, кости сии, дом Израиля, вот они говорят, и сохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. То есть это, я конечно не буду пытаться никаким образом истолковывать это пороческое слово, которое бы начиналось вести дискуссию об Израиле, об восстановлении, о духовном состоянии Израиля. И это, к этому, для этого нужно другое время. И я думаю, что для этого нужно и ходить в еврейский, мессианский, библийский седу, чтобы видеть откровения, и что Бог делал и делает сейчас с Богом, с Божьим народом. Но, то, что мне кажется важным, так в этом отрывке, это то, с чего это начинается. Первое состояние человека, человека, который принимает поруческое, что он переживает. Для этого мне очень интересно увидеть его составной, что он ожидает, что происходит с ним. Для того, чтобы слышать Бога, нужно Его знать. А для того, чтобы знать, нужно в Него верить. Но этого недостаточно для откровения. Не только знать, что Бог есть. Многие люди сегодня говорят, да, там что-то есть. Для кого-то это тарелка с пришельцами, да, для кого-то какой-то истукан или же какое-то живое. Мудрое, разум вселенной. Бога не только нужно верить, что Он есть, нужно еще знать, что Он есть. Но это не дает гарантии или же точность, или понятие откровения. Ты это можешь знать, но не иметь откровения. Что важно? Важно быть, как здесь говорит Писание, быть в духе. Мы рассмотрим несколько вещей. В русском обиходе, когда мы общаемся, или когда мы говорим, есть выражение. Пошел к начальству, да, и шо? Да, не в духе он что-то так. Или к папе что-то общайся, говорит, не в духе. Или приходит человек, ну, или в духе он, или не в духе. Шо имеется в виду? Настроение. Да, настроение. И вот фактически состояние настроения. Рассмотрим, что он печальный. Если он не был в духе, он печальный. Он не желающий говорить. Или человек радостный, он в духе. Знаете, в духе он почувствовал и говорил, общался, вдохновлял, располагал, выслушать твои чувства. Так вот, состояние, которое здесь говорится в духе, и также имеется в виду состояние человека, который пережил Божье присутствие. Нам это очень важно понимать. Так вот, описание, которое здесь говорится. Мы вернемся к первому стиху. Современный перевод говорит, сила Господа вошла на меня, дух Господень перенес меня в долину. В Танахе, то есть в еврейском переводе Торы, Танаха полностью, там говорится такие слова. И была на мне рука Еговы, и увлек меня духом своим Еговой, и опустил меня среди долины. Как будто разные переводы, но сущность здесь одна. Что человек был взят в духе, быть в духе или переживать сошествие его силы, важный элемент состояния человека. Мы должны это понимать. То, что отличает нас от мира, в котором мы живем. Нечто особенное состояние человека, который знает Бога, и знает его пути. Не просто нужно, важно думать о Боге, что Он что-то есть. И говорит, да, но что-то там есть. А важно знать и переживать его, друзья. Поэтому для заветной общины. Ишу обещает Рок ХД, Дух Святой, который наставит на всякую истину, которому мы будем переживать, которым мы будем действовать. И с тем, чем мы будем переживать, нужно будет жить. Именно переживание в духе не означает внезапное чувство мурашек. Ты зашел, ух, хорошо. Что-то так, аж, не по себе стало. Или же во время пославления, поклонения вдруг тебя закрушилось голодом. Боже, как здесь хорошо. Для этого нужно мерить давление. Окей? Хорошо? Нужно мерить давление. Бывает так, что плохо становится от человека. Но это означает быть в Божьем ритме. Быть в духе означает быть в Божьем ритме того, что Бог делает на сегодняшний день. Потом даже, несмотря на то, что Бог вчера, сегодня один и тот же, Павел говорит о том, что простирая вперед, забывая прошлое, простираемся вперед. Но надо знать, что Бог делает сейчас. Дух Святого прикасается к особенным намерениям. С особенным намерением для человека, ходящего в его послушании. Он хочет открыть ему то, что Бог хочет делать сейчас, в данную минуту, для того, чтобы он был, думаю, так, направлен на то, чтобы иметь отношение с ним. Многие неверующие попадают в такую атмосферу, где есть реальное присутствие Бога. Мы с вами понимаем. Мы иногда привыкаем настолько сильно, что нас не впечатляет ни песня, ни какие-то молитвы. Мы просто стоим, переживая, что мы к этому привыкли к слабому такому присутствию. Но именно в тихом веянии Бог хочет явить для нас, вероятно, больше, чем мы ожидаем. Дух Святой хочет прикоснуться, изменить. И когда неверующие люди подают в наше собрание, а могут переживать атмосферу Божьего присутствия, и поэтому они говорят, о, у вас такая аура, да, такая атмосфера, такая чистота, такой свет, потому что они не знают, с чем они имеют дело. Нам это становится очень даже и, как бы сказать, надоедливым иногда. Мы как бы-то хотим допинга духовного еще больше, еще больше. Мы привыкаем. Для нас с вами это переживание означает быть в том тонусе и том понимании, что Бог делает сейчас, в данную минуту. Новый Завет описывает идентичные переживания пророка Иезекииля. Поэтому говорю, что это не новое, не новое состояние, когда он написан, вы в духе, быть в духе. Не то, что новозаветнее состояние. Мы в Танахе читаем, что пророки и цари, они переживали Божье присутствие. И для Нового Завета, особенно для общины верующих в последнее время, важно понимать, где они находятся. Например, Откровение, 10 глава, 1 глава, 10 стих. Я был в духе день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорит, я есть Альфа и Омега, первый и последний. Мы понимаем, о чем Иоанн, Йоханан говорит, о присутствии Ишуа в Откровении. Дальше, 4 глава, 2 стих. Тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе. 17 глава, 3 стих. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел. Мы не будем читать все. То есть, переживание ветхозаветнего, то есть, того, что было в прошлом, оно переживалось новозаветной общиной, и должно переживаться всеми нами, кто следует за Богом. В Откровении, 21 глава, 10 стих. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город. Некое состояние, где мы возвышенно поднимаемся в чувство в нашем духе, где мы где-то поднимаемся на место, откуда можем увидеть больше, чем мы ожидаем увидеть сейчас, здесь на земле. Смотря на все эти переживания в Боге, важно заметить нам в этом, что Бог желает не только общения с тобой, через свое слово, но хочет тебя вдохновить. Мы можем читать Библию, но необходимо быть в духе, чтобы нас вдохновить, дать нам будущее, дать нам надежду, чтобы эта надежда нас лично не постыжала. Независимо, что бы ни происходило в твоей жизни, как сильно бы обстоятельства на тебя не били, Бог хочет дать тебе перспективу будущего и надежду, что Бог никогда не оставит тебя. Мы не просто с вами крещены в Дух Святой и имеем крещение Духом Святым, как это обещает Новый Завет, но мы имеем с одной целью. Первая цель. Для тебя, Дух Святой, это перспектива всегда будущего, потому что Он тебя направит, Он тебя снарядит, Он тебя вдохновит, Он тебя утешит и напомнит все то, что делал Ишуа в Брихаташа, когда Он благовествовал здесь на земле. Второе. Дух Святой для тебя дан, не просто для тебя лично, как я уже сказал, но и для тела Мессии, тоже для верующих людей, для общины, для Кагилы, для Церкви Божьей, для созидания и ободрения детей Божьих, не для разрушения. Друзья, мы иногда путаем две вещи. Я уже говорил однажды, или вот несколько дней назад в общине в Белго-Днестровске, мы чаще всего говорят, противостаньте дьяволу, и он от вас убежит. Нам нужно противостоять дьяволу, а не противостоять друг другу, чтобы убегали друг от друга. Понимаете, о чем я говорю? Мы иногда путаем две вещи, от кого убегать. И дьявол должен убежать от нас, но мы должны ему противостоять. А получается так, что мы часто противостоем друг другу, лидерам или служителям, и мы начинаем убегать друг от друга. Так не должно быть. Бог говорит, что мы должны быть вместе. Эхад. И интересно, что Иоанн, это 4 глава, 24 стих, говорит, Бог есть дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в духе и истине. Мы должны переживать. Мы должны двигаться вперед. Есть сильнейшее выражение в Танахе, которое мы не используем в современной нашей лексике. Современная община, она потеряла этот сознательное, явное, как бы, показатель Писания. То, что там говорится, оно должно применяться и сегодня. Например, в своей молитве и Богу Иовис просил 4 вещи. Помните, книга Иовиса, которая описывалась, и не говоришь, что книга в Савописании, но книжку сейчас читали, да, молитва Иовиса. Но это 1-й Парапоменон, 4 глава 10 стих, говорится, молитве Иовиса, который был рожден, и хотел, потому что его имя поменялось, и он говорит Богу, и возвал, и овец Богу Израилева и сказал, ой, если бы ты благоволил меня твоим благоволением, молитва, ой, если бы ты благоволил ко мне своим благоволением, расположился ко мне, да, распрострел пределы мои, и рука твоя была со мной, храня меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спасал ему, чего он просил. Может быть, вы не заметили, что очень важно в этом выражении. Здесь говорит о том, что, говорит Иезекииль, и была на мне рука Господня. Кто из вас может сказать, на мне была рука Господня? Кто использовал это слово? Один-два человека. Мы забыли это состояние. Это уникальное выражение. Что вообще оно означает? Что означает рука Господня? Мое личное мнение, это означает помощь свыше. Рука Господня была со мной. То есть, помощь свыше. Это вспомогательная рука Всевышнего не в твоих плотских делах, не в моих плотских делах, то, что я хочу делать, но в деле, на которой ты был благословен. Нам в этот момент, где мы были даже благословлены, нам нужна сопутствующая рука Господня, которая нас будет вести. Это когда непосильная задача стоит перед тобой. И ты видишь, что только Бог смог тебя провести своей рукой через эти обстоятельства. И мы должны говорить об этом. Нам нужна Божья рука. Это когда ты, как малое дитя, хватаешься за руку, подаваемое Богом для тебя. Ты хватаешься и говорит, веди меня, папа. Потому что в твоей руке безопасность. Это когда ты чувствуешь себя в безопасности, хотя обстоятельства говорят нам об обратном. Все обстоятельства нас подводят, и нас не вдохновляют, но ты хватаешься за невидимую руку Божью, и ты понимаешь, и ты полностью уверен, что Он с тобой рядом. Вот это очень важно. Когда рука Господня на тебе, тогда то, что ты делаешь, становится благословением, а не проклятием. Как для тебя, так и для ближнего твоего. Когда Бог благословляет и ведет тебя, это благословение, как для тебя, так и для твоего ближнего. Не может быть такое, для тебя это благословение, а для твоего ближнего это проклятие. этот когда бог тебе ты понимаешь во в этом была рука господня важно нам в молитвах обращать внимание на то что мы просим мы много просим у бога да но важно помнить и обращать внимание важнее всего просимого чтобы ты не просил нужно просить его руку помощи your его руку которая будет тебя вести да если нет денег нет здоровья нет работы да не нам не нужно просить дай деньги дай работу дай здоровья нам нужно помнить что его рука она проводит тебя через эти обстоятельства безденежья потому что даже миллионеры не становятся миллионерами за одну ночь до здоровые не становятся здоровыми за одну ночь это не нужно было болеть мы понимаем что бог будет проводить нас он проведет этим путем не на все что мы делаем не на всем что мы делаем есть рука божья или на всем вы скажете подожди наверное на все потому что если это по воле божьей значит все на все должно быть его рука если мы служим богу если мы благовествуем если мы на добро должна рука божья быть на всем этом правда мы так думаем или нет подожди на все что бог благословляет на то что он нас вдохновляет должна быть рука божья правда интересным многие скажут к же на все а давайте я вам дам один мир одно местописание деяние апостолов 16 глава 5 600 стих благовестие божье предотвращение дальше говорит идите и что благовествуйте проповедуйте евангелие раб шоу получил откровение по изменил свою жизнь все что в его жизни было это благовестие в жизнь без достигая еврейский народ откровением что маши я пришел и у нас есть свобода получить свободу и обетование божье везде где его не был но вдруг вы читаем и общины утверждались веру ежедневно увеличилось числом разве плохо очень хорошо чтобы у нас так росли общины как грибы в лесу да это было бы хорошо почему бы нет не так нет как бы говорят да и под пройдя через free free гею галатию галактическую страну они не были допущены духом святые проповедовать слова вас и ой что случилось мы говорим боже на всякое доброе дело должна быть открытая дорога на все что мы делаем должна быть открытая дорога другими словами дух святой не позволил или же преградил им путь азию там где должно быть ну божье дело похоже чтоб преподаваем бог приподнял свою руку и павел и все с апостол увидели что через дух святой были препятствия и даже в божьей миссии которую мы делаем есть свои ограничения и до этого нам нужно быть в духе не все что мы делаем друзья не все что мы делаем на дни не на всем что мы делаем есть рука божья нам кажется что то что добро то что хорошо то что мы должны быть вдохновлены богом то что вы делали для бога кажется должно быть сопровождаемо рукой божьей открывать все двери но не все не все знаете вот там там интересно вот слова не допущены слова недопущены переводится как мешать иногда мы пытаемся делать что-то а нам тут он мешает мы говорим брызь рогатый да не противостаньте дьяволу да их там написано еще предоставлять препятствовать предоставлять препятствия запрещать ой-ой-ой как многие из вас рады что дух святого останавливает два человека остальные в каких-то бунте наверно находится он не только открывает нам свои препятствия а он еще не желание то есть бу бога я не желаю чтобы это произойти самый легкий путь как это проверить зайдите на одноклассника ваших посмотрите на то человека с кем вы хотели снять вашу всю оставшуюся жизнь и ты скажешь слава богу что я не сне на нем не женился или на ней не же не вышла замуж за него слава богу и ты понимаешь души то тебя остановил самый легкий пример надо слушать бога павел полный дерзновения рвался на передовую благовестие что является похвалой до каждого из нас на всяком месте был полон силы проповедовать евангелие как и многие из нас но это в этот момент его остановили бог не допустил как и к битве говорит он запретил ему идти дальше мне нравится что дух святой нас останавливает не просто предупреждает ну не делай это пожалуйста но не делай когда так нудно а приз ставит преграду что делать молиться конечно ты не должен все делать то что ты чувствуешь что нужно сделать если многие люди они хватаются за всех доброе дело то есть и это нужно сделать и это нужно делать чувствует как будто бог от них все это требует я вам скажу честно так разберитесь с вашими желаниями есть плотские желания которые укутаны в духовную оболочку и все что мы пытаемся сделать и но то не получилось и другой не получилось мы хотим но нужно разобраться нам кажется что без нашего вмешательства дело божие не состоится алло если не я то кто будет делать нету достойных дух святой я помазал и чтобы это делать успокойся я всегда говорю дайте корове сдохнуть да ты пытаешься кормить она она все то это стаще тоще тоще и слушайте бог наверное говорит сегодня тебе и мне следующее займитесь тем чему я тебя призвал и на каком деле моя рука где ты чувствуешь что я тебя именно в виду несмотря на обстоятельства вниз не пытайтесь все исправлять не пытайтесь все держать своих руках так как можем пропустить самое главное мы можем пропустить то где ты чувствуешь что именно бог тебя ведет в это в этом деле в этом призвании в этом в этом служении твоей работе твоем бизнесе в чем бы ты чувствуешь что бог тебя конкретно ведет не хватайся за все не пытайся все это излечить посмотри где бог тебя видит дальше интересная вещь происходит ровши он не попадает павел он не попадает туда куда хотел бы идти их ангел господин останавливает и было ночью видение павлу то есть саблу пристал некий муж македо деянин прося его и говорю придите в македонию и помогите нам после всего в виде не до тот час мы положили отправиться в македонию заключая заключил так что призвал нас господь благовествовать там вдруг кто-то в ночи сном да не знаю какой-то человек говорит помогите помогите и когда это откровение пришло я понимаю что павел был в духе он получил это откровение во сне это не повод чтобы нам все оставлять вот именно знаете как у нас есть люди которые берутся за все подряд мне бог сказал а потом и бог не сказал бог сказал потом все рухнуло но для начали от бога не хватайтесь за все подряд не не клеймите все ваши дела и ваше стремление в духовной жизни что-то изменить что-то воля божья не пытайтесь но также не отступайте если не состоялась значит все надо рухнуть надо видеть откровение быть взятым и видят крайне по этой причине павел говорит о том что на мы положили это внутри пойти призвать знаете я хочу сказать мы должны молиться о том чтобы рука господня была над каждым служением который бог вручил нам слышите я хочу обратиться ко всем членам общины лидера домашних групп служений те кто может быть чувствую что не служение на как-то непризнанных служений послушайте это служит бог доручает вам и нужно испытывать то что бог доручает вам но для нас как общине мы не можем браться за все что происходит в этом мире мы не можем браться потому что нам нужно иметь руку божью сопутствующие нам в нашем деле и как я призываю вас молиться о служителях о лидерах и павел диска нет как это говорит как служи как апостолам положилась нам то есть когда было откровение она положилась нам что рука господня сопутствует нам идти проповедовать и делать то дело которое у нас есть сегодня мы не можем как я говорю все делать подряд и что делают другие мы не можем делать копирование потому что нам нужно направляющая рука божья в нашем видении в том что бог нам дал она связана с с еврейским благовестием и откровение которое мы имеем первую очередь это то чтобы спасать этот мир каким образом чтобы будет высвобождать через служение по домашним группам по служение по больницам может быть это и служение старикам детям служае поклонения молитвы я не знаю конкретно что господь как вам имели когда говорят мне в рыба счетом рука божья нас подталкивает я не рука божья спросите его я знаю что я должен делать понимать о чем говорю да ну все равно в дате вернемся к языке к языке илю тому что происходит дальше что интересно божье прикосновение было к языке илю когда бог взявший его в в духе перенес его то место где была воля божья как ему же читал нам всем хочется быть на высоте мы идем в горы на горы господне почему потому что нам хочется быть возвышенными поднятыми увидеть перспективы увидеть то к чему мы стремимся куда нам идти в семье в детях ну вообще как бы по жизни по бизнесу хочется видеть перспективу но здесь происходит другое когда мы читаем о том что дух взял иоанна вновь навысь нам так и хочется если быть на высоте когда павла бог взял его душу на уровень третьего неба нам и там хочется быть но тут происходит другое проходит следующий господь вывел его духом и поставил посреди долины полной костей кому из вас вообще хочется что вас бог ввел долиной костей никому вы понимаете и мы и нам мы 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 очень сопротивляемся этому реально мы сопротивляемся потому что наш бог он бог добра милости благополучия успеха высот правильно вот так мы думаем всегда а вдруг а вдруг как языки и он видит что-то чему бог призывает его то что снова невозможным и смотрите кто бы хотел из нас вместо гор парти долины от гроз и вдохновение на территорию слез и плача мертвых костей и никакой перспективы ни один но в чем суть здесь что мы можем увидеть глубину божьих отношений мы видим что божья рука была на пророке в то время когда он при перенес его в долину чтобы он видел реальность обстоятельств который он находится нужно понять что когда мы на высотах мы не замечаем того что внизу когда мы находимся там на духовных возвышенностях мы не понимаем тех которые через эти трудности духовные проходят я вам говорю так прямо бог берет нас из тех высот на которые мы забрались даже возможно он и нам позволил это пережить чтобы мы были спущены и тем же духом и те же той же рукою прошли долиной и имели отношения с людьми которые проходят и сказать им что то там на высотах есть освобождение то на высотах есть милость там есть выход там и нам нужно туда стремиться в этом городе есть не только крутые машины и рестораны не только у нас прекрасный пляж и все дискотеки которые которые едет из киева со всех городов какие звезды к нам приезжают тут есть те кто умирает без миссии без христа в тех же канавах тех же больницах в тех же центрах умирающие люди которые запивают свою горечь алкоголем и чтобы умереть и они говорят лучше сдохнуть чем так жить извините за выражение не только красота который мы видим но и долины которые нам нужно спуститься могу сказать что бог обращается ко многим из нас и тем кто внимательно смотрит за ним что он делает смотрите эти стих сказал мне сын человеческий а живут ли эти кости если для тех кто погибающий надежда те кто мертвы или отступников если для них надежда они совсем сухие есть люди которые даже верующие но они не переживают ни духа не что-то происходит они мертвы потому что уже все иссохло внутри них где-то к ни капли надежды и бог спрашивает нас сегодня здесь это может ли исцелиться или же оживиться мы как нормальные люди как отдам который сказал ну жену которая ты мне дал можем ли мы видим эти обстоятельства сказать может это измениться как нормальные люди нормально это норма начала как этот пророк говорит господи только ты знаешь естественно ничего нет загадочного в этом мы естественно для человека переносит свою ответственность на бога почему переносит потому что у нас есть тоже ответственность мы с вами служим и верим богу который делает невозможное возможным и предлагает нам с вами часть его работы мог ли бог без языки или это все сделать абсолютно сто процентов но он дает возможность человеку пережить сверх естественно и видеть невозможное возможным он предоставит нам возможность перенести в духе в том место где нужно где есть нужда в том место где есть абсолютная безнадёга и даст нам видеть реальность ту же возможность в надежде которая есть только у бога и сказал мне из реки пророчества на кости сии и скажем кости сухие слушайте слово господне это привилегия для верующего человека друзья услышите меня если мы в духе если мы живем богом и когда мы собираемся мы должны поклать в духе истины если мы понимаем этом у нас привилегия сегодня чтобы ничего то что нам показано в духе не сбылось например сухие кости раз полностью рассеялись в дым такого не было наоборот сухие кости даже в костя который безводный без они сухие полностью есть надежда потому что там есть хотя бы скелет остаток мы с вами перенесены в долину чтобы говорить о жизни нас бог переселяет те местах чтобы говорить жизнь они смерть нашим детям что они будут победители что они смогут победить лукавого что они смогут преодолеть те трудности которые они переживают с наркотиками алкоголизмом или с тем что они переживают что они будут спасены не смотря то что нам кажется полная безнадёга в их них отношения с богом мы говорим жизнь наши отношения даже если ваша семья ваш муж остался полностью безнадежным отступником мы должны говорить жизнь в обстоятельства в отношении в бизнес который может быть разрушен здоровье которого может быть совсем нет как вы говорил невозможно становится возможно когда доктора приписывают уже фатальный исход у бога есть ответ мы не можем сказать но ты знаешь но для этого нам нужно быть в духе чтобы видеть что бог делает вы не начинаете пророчествовать с болью сердце услышьте меня мы не можем говорить в невидимое видимое когда у нас огорченное сердце жаловаться на жизнь и людей вы не не начинаете прочесть стать к боли нанесенной тем или другим человеком почему вас не состоялась и обвинять других вы не начинаете с от отчуждения лишь отреченности осуждение недопонимание рачарование депрессухи мы должны начинать видеть жизнь там где ее абсолютно не видно потому что бог видит так и он спрашивает друг мой твои отношения с мужем с детьми в бизнесе может ли быть какой-то результат может ли это оживиться может ли это восстановиться дамы мужской боже ты знаешь угодить отговорю начинай говорить пророчество смерть и жизнь во власти языка и любящий его вкусит от плодов его позже община друзья вы призваны говорить жизнь они смерть благословение они проклятия даже если там где нету никакой надежды нам важно понимать перспективу бога и я верю в силу слова которые мы произносим я верю то что в на нашем языке есть силов благословение либо проклятие потому что она исходит из отсюда из сердца и если там сердце нет того состояния что люди должны быть спасены обстоятельства должны изменены мы не сможем ничего в духе принести в этот в эту жизнь и быть там нам нужно где есть трудности я нужно видеть жизнь пророчествовать и молиться ободрять и поднимать там где нету абсолютно никакой надежды это новое призвание для каждого из нас может быть а возможно вы уже слышали об этом но скажи вам сказать так провозглашать и брать то что еще тебе не дано не нашу дел потому что я говорил не на всем что ты хочешь сделать есть рука господня но чтобы знать нужно жить духе да есть ситуации у вашего соседа ваши брата сестры мужа жены детей но вы даже сказать знай что бог оберегает тебя в и это все к благу все что происходит твоей жизни к благу сделает невероятная бог твоей жизни и может быть даже невозможное нам нужно видеть божьи перспективы жизни нам нужно вдохновлять друг друга с этими словами хотел бы чтобы мы начали молиться чтобы наш гулах наш дух который внутри нас он мог говорить богу и мы бы под были взяты то есть быть в духе чтобы видеть что бог нас переносил туда где есть ситуации и говорит жизнь там где есть полная безнадёга может полная депрессия для некоторых и если такие люди которые не видят выхода из ваших ситуациях если вы здесь и вас нету выхода вашей ситуации вы же может быть много испробовали может быть вы много пережили и вы говорите все тупик полный и я не знаю кому и же идти что делать хочу позвать сюда вперед вас не потому что такое там магическое или какое-то мистическое место это шаг веры к тому кто может сделать невероятное и невозможное и здесь сегодня есть люди которые не один раз своей жизни пережили невероятное и невозможное это наш шанс это наше время мы будем сейчас в поклонение говорить невозможное возможно и то что ним еще кажется угрюмо страшное приключение мы будем говорить радость милость благодать высшего миссии мы станем наши ноги и если это каким-то образом вас сегодня вдохновило сделать изменение своей жизни а возможно даже для некоторых принятие шума личным спасителем сделать шаг веры к тому кто меняет все в этом мире не будда не мухаммед ни остальные крышны или же колдуны ворожи и стуканы лжебоги не могут сравниться с обетованием бога для нас никто из и стуканов башков башков экстрасенсов лидеров целых динаминаций можно сказать сектантство ни каких-то религий не умер за человечеством ни один маши я решила иисус из назарета добровольно он говорит я для этого родился чтоб взять то что мертвое то что безнадежное то что засохшие и дать надежду эта надежда сегодня здесь что нужно сделать вы сказали что нужно делать приходящему богу должен веровать что он есть и он воздаёт тем кто ищет его жаждущие приди и пей если ты жаждаешь перемен я призываю вас сюда молиться поднимать ему руки взывать и он свыше сделает невероятное и намного больше чем мы ожидаем а а а а а а а а каждый год мы говорим о целях последующего года этот год для община орхамашиах бетель общин которые в сотружестве не является исключением для нас следующий год это послание к евреям одиннадцатая глава первый стих этот стих все знают где говорится о надежде где говорится о вере я хочу зачитать вам его вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом ожидание как долго когда это придет мы не знаем но мы уверены в том что это придет и мы говорим о том что еще невидимое станет явным здесь на земле и наши ожидания в нашей вере они будут проводить и приводить большим переменам что не что это не это мы только